Украинский флаг и украинская символика. Как и в любой другой день, 8 и 9 мая с ними можно будет спокойно ходить по Берлину. Этого украинские активисты из организации ВИЧа добились вечером в пятницу 5 мая через суд. Ранее утром того же дня полиция города обнародовала запрет на использование как российских, так и украинских флагов 8 и 9 мая вблизи памятников советским солдатам, таким, как этот на севере Берлина, в Шонхольцер-Хайде. Украинские активисты, а также россияне из антивоенного движения «Демократия» выступили против. Это очень трусливое решение. С одной стороны, понятно, что власти Берлина стараются избежать эскалации, не хотят некрасивых сцен, не хотят столкновений, боятся провокаций. Но в результате получается, что символика агрессора приравнивается к символике жертвы, а это вообще-то очень неправильно. Теперь суд постановил разрешить использование украинских флагов, символов и песен. Полиция Берлина сообщила, что не собирается обжаловать это решение. Своей главной целью силы правопорядка видят предотвращение возможных конфликтов в день памяти. Основное внимание полиции в эти два дня будет направлено на сохранение чести памятников и Дня памяти. Все должны вести себя достойно подобающей случаю, избегая эмоционально заряженных конфликтов. Именно в этом наша роль. При этом запрет российской символики остался в силе, в том числе и бело-сине-белого флага российской оппозиции. В эти два дня у памятников также запрещены георгиевские ленты, символы Z и V, военная форма и военные песни. Запрет не распространяется лишь на официальные делегации и ветеранов. Подобные запреты на флаги и символику действовали и в прошлом году. Но тогда полицейским не везде удалось пресечь использование пророссийской символики, а также сепаратистских флагов ЛНР и ДНР, рассказывает Наташа. При этом украинскую символику убирали очень активно. К ним тоже применяли эти запреты, но нам почему-то казалось, что к нам строже. Это подтверждают и украинские активисты. Прошлогодний запрет флагов стал настоящим ударом для украинцев, которые нашли в Берлине убежище от российской агрессии. Мы не чувствовали себя в безопасности в прошлом году. Люди не могли ходить с символикой, с браслетами, маленькими браслетами, даже не флагами, свитера, штаны. То есть все, желто-синее нельзя было носить и показывать. Это не нормально, это не безопасность, это просто неуважение прав человека. Вечером 8 мая активисты планируют провести марш памяти жертв войны среди украинского населения. Но не у советских мемориалов, а у этого кирпичного здания в центре города. Здесь располагался лагерь военнопленных, по словам организаторов мероприятия, в большинстве своем из Украины. Но никакого памятника именно украинским жертвам войны в Берлине нет. В контексте культуры памяти Германии не существует Украины. Украина была во время Второй мировой войны полностью оккупирована, в то время как Россия только на 3%. Украина была полностью разрушена. 10 миллионов погибших. И мы не можем пойти к мемориалам, к монументам в Берлине, потому что они считаются российскими. Здесь активисты могли использовать украинскую символику в любом случае. Но им было важно, чтобы запрет на украинские флаги был отменен и у советских мемориалов и монументов. Активисты из демократии тоже приветствуют решение суда. В эти два дня они проведут выставку вблизи советского мемориала в Трептов парке о темных страницах истории как Советского Союза, так и современной России. Без белосинебелых, но с украинскими флагами. Я вообще не представляю, как можно говорить о той войне сейчас, когда идет вот эта война, и не сопоставлять их. Это совершенно невозможно. Всего в городе 8 и 9 мая пройдет несколько десятков мероприятий по случаю конца Второй мировой войны. Возложение венков, различные выставки и дискуссии.